В течение двух с половиной недель 30 молодых людей из Китая и России познавали особенности ведения бизнеса друг друга. Будущие предприниматели занимались разработкой совместных бизнес-проектов, общались с потенциальными инвесторами, слушали экспертов, которые рассказывали о нюансах внешнеэкономической деятельности между странами и представляли свои идеи. Виктория Маркелба вместе со своим партнером представила проект развития туризма в Ульяновской области. За три недели работы мы смогли не только подписать договоры с нашими коллегами из Китая, а смогли полностью разработать маршруты туристические для нашей области. Соответственно, нашли уже площадку для продаж нашего туристического пакета на территории Китая. Мы уже здесь посмотрели комплекс развлечений и уже составили такой большой план. Буквально через пару месяцев, я думаю, мы запустим его уже в продажу. Это только благодаря бизнес-инкубаторам. Обмен опытом, человеческое общение и теплый прием – это все бизнес-инкубатор. Молодые китайские предприниматели также представили несколько проектов. Мы уже подписали три соглашения, они касаются туризма, медицинского туризма и строительства гостиницы в Ульяновской. Сегодня подпишем еще шесть соглашений о сотрудничестве между нашими университетами, бизнес-инкубаторами и другими сериями. Главная цель работы инкубатора – это обучение молодежи созданию и ведению совместного бизнеса на территории двух стран. Прошел форум на базе Ульяновского государственного университета. Он является опорным вузом страны. Проекты российских и китайских участников очень серьезные. Если говорить о российских резидентах, то следует отметить, что ребята действительно были настроены изначально очень серьезно. Приходили они с бизнес-идеей, а сейчас они уже понимают, как создавать бизнес-проект, как его реализовывать, какие инвестиции необходимо привлекать. С Китаем Ульяновская область сотрудничает давно. Народную республику в Министерстве образования называют приоритетным партнером. Одним из приоритетных направлений также является изучение китайского языка. Это очень востребованная сейчас услуга, как на базе учреждений дополнительного образования, где ей могут воспользоваться даже дошкольники, так и на базе высших учебных заведений Ульяновской области. Сейчас приемную компанию открыт набор на специальность английский и китайский язык в педагогическом университете и в техническом университете. На закрытии российско-китайского форума был подписан еще один документ – меморандум о сотрудничестве УЛГУ и молодежной коммерческой ассоциации провинции Гуйчжоу. Любовь Фомичева, Денис Миронов, Вести Ульяновская.